Уважаемые товарищи, мы приняли три проекта постановления по всем вопросам повестки дня. И традиционно я приглашаю всех участников с решающим голосом перед камерой выступить, поделиться своими впечатлениями о нашем комитете, который проходил вчера и проходит сегодня в Нижнюю Ногу. Пожалуйста, конечно, не забывайте представиться. Соловьев Василий Феликсович, Петербургский тракторный завод, Кировский завод. Электрогазосварщик. Ну что, я очень доволен, рад, что прошел такой семинар. Мне очень понравилось. Понравилось, что я выступал. И понравилось выслушать о работе профсоюзов. Ну вот я хочу сказать как-то вот про наш профсоюз. Я беседовал с председателем профсоюза, как я называл уже, назову еще раз, Нина Николаевна, такая Печенцова. Я все время обращался к ней, говорил, вот почему у механиков оклад 27 тысяч, а у нас только 22 500 у энергетиков. Вот почему делят такие вот суммы, вот как-то несправедливо, чтобы какая-то стабильность была. Всем одинаковый оклад, что я сварщик, что у механиков сварщики, вот сделать одинаковые оклады. Ну она говорит, ну так все сделано, так все положено. Я говорю, ну а как-то решить-то надо вопрос? Ну, прожимают плечами. Ну вот какой это профсоюз? И я все пытался, как-то наших агитировал, нашего участка. Давайте сходим вот в 203 кабинет, там у нас кадры сидят. Доведем сведения до главного руководства о повышении наших окладов. Вроде собрались, вроде пошли. И тут же говорить, а зачем нам это надо? Ну вот, как-то вот приходится биться мне, как рыба облет. Вот я не знаю, что мне делать. Какая-то вот поддержка должна быть. Правильные действия надо совершать, а не облет биться. Ну какие они, что вот? Здесь вам столько рассказывают. Да, 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 рассказывали, рассказывали, да. Спасибо. Конечно, то, что здесь происходит, это очень важно для рабочего класса, для его борьбы, для его сплочения. Потому что коллектив сплочен, когда профсоюз сплочен, и когда вообще трудящийся, пролетариат сплочен и организован, он, естественно, непобедим. Естественно, непобедим. Вот. Очень правильно, что здесь затрагиваются вопросы заработной платы, вопросы рабочего дня и так далее. Я вот еще о чем хочу сказать. Рассказать немножко. Был такой у нас во Всеворске завод «Форд». Сейчас его нет, его ликвидировали. Дело в том, что там был очень хороший, очень боевой профсоюз. Это профсоюз, можно сказать, в новейшей истории России, он первым провел очень удачную забастовку. Они добились повышения заработной платы. Ну и, естественно, когда сильный профсоюз, его все стараются как-то и справа, и слева опекать. Все старались ему как-то помогать, в том числе и мы. На что они отвечали, что мы, значит, профсоюз, мы общественная организация, мы политикой не занимаемся. Когда мы там им пытались как-то разъяснить, что-то показать, они говорили, что вы к нам вот эти, со своими коммунистами, нечего лезть к нам со своими революциями. Мы и так все знаем, главное, чтобы нам, значит, хорошо платили. Сейчас, ну, вообще люди в этом плане вообще не шли на контакт. Хотя, в общем-то, и они нам помогали, и мы им помогали. Когда была забастовка, когда я еще на металлическом заводе работал, мы приезжали к ним, разворачивали свои плакаты, что рабочие Ленинградского металлического завода, поддерживают заводов фонда. Тогда, помню, жуткий мороз стоял, зима. Приезжал даже господин Зюганов туда к ним, приезжал. Тогда была предвыборная компания. И вот 7 ноября прошлого года у нас проходил плановый митинг. Сейчас, в принципе, завода-то нет, но у них еще остались вот эти связи, у них довольно сильный профсоюз был, связи руководства в профсоюзе. Кстати, сказать сейчас, работникам Форда, которые состояли в этом профсоюзе сейчас, им очень трудно устроиться на работу. Почему? Потому что, им говорят прямо, у вас есть опыт профсоюзной борьбы, и мы вас брать не будем. Им так и говорят. И вот, значит, один товарищ пришел к нам на митинг 7 ноября, попросил слово, и мы услышали от него то, чего мы никак от него не ждали услышать. Он долго говорил о том, что вот какие проблемы, что профсоюз разгромлен, что, в принципе, они поражение потерпели, но он закончил свою речь такими словами. Сейчас мы видим главную ошибку, которую мы совершали, потому что наряду с экономическими требованиями надо было выдвигать и требования политические. Вот это вот, собственно говоря, все, что я хочу сказать. Спасибо. Дорогие товарищи, очень приятно быть здесь с вами. В этой поездке, в этот раз, в этот семинар, в общем-то, как и предыдущие, вот, это всегда радостно видеть здесь людей, которые борются, которым не безразлична судьба, в общем, развитие рабочего класса и развитие России, собственно говоря. Потому что сегодня ситуация так обстоит, что если будем мы бороться, то будет у нас в стране развиваться. Я говорю, мы это, ну, вообще рабочий, рабочий класс, как самая прогрессивная сила сегодня в обществе. Поэтому сюда приезжают представители самые сознательные и, в общем, готовые продолжать эту борьбу дальше и нести, так сказать, то, что мы здесь добились и выработали эти положения совместно с нашими интеллигентами уважаемыми, без нас, без них, без нас, в общем-то, это мероприятие бы не состоялось. Всем очень большое спасибо, что приезжаете. И что хочу сказать, вот тут говорили, да, вот про революционность, так скажем, да, вот такую. Но, конечно, без экономической борьбы тоже эти лозунги, они, в общем-то, не имеют основания под собой. Потому что именно экономические интересы рабочего класса лежат в основе, в общем-то, классовой борьбы рабочего класса. И, конечно же, прежде чем, ну, мы, конечно, коммунисты знаем, что наше, это начало, да, экономическая борьба – это только начало. Начало, это не разве, это результат. Вот, а результат – это, конечно, улучшить свое положение рабочим можно только тогда, когда вообще не будет эксплуатации рабочего класса. Ну, вот, при капитализме это невозможно, и поэтому, значит, вот мы начинаем с экономической борьбы. Это очень правильно, чтобы именно в борьбе рабочий класс не готов, не готов к власти. Это сейчас, это видно очень хорошо, что как раз показателем готовности является сильное, развитое рабочее движение, которое борется за свои экономические интересы. Вот, это уже, значит, показатель того, что такой рабочий, который борется в профсоюзе, знает, вот, какие законы, там, вот, трудовой кодекс, значит, как разговаривать с людьми, как вот эти психологические моменты, которые вот здесь вот мы тоже, вот, это очень было интересно, как с коллективом работать, чего делать, чего не делать. Очень полезные сведения, вот, где, в общем-то, нигде такого не услышишь. Где еще вот так вот, ну, подробно, вот, можно сказать, люди свой опыт передают. Вот, это все очень ценно, важно. Да, так я хотел сказать, что, значит, что, в общем, что это только начало, да, начало, начало борьбы, и, конечно же, было бы здорово вообще устранить эксплуатацию. Вот, сейчас задача стоит такая, значит, бороться в профсоюзах, вести профсоюзную борьбу, вот, ну, а когда уже движение будет развитое, тогда можно уже, в общем-то, и ставить задачи такие политические, вот, я так считаю. Вот, ну, конечно, мы должны понимать, знать свою цель, окончательно, то есть, в голове это держать все равно, представлять, вот, потому что, ну, только экономическая борьба, конечно, она тоже, в общем-то, и не приведет, значит, к победе рабочего класса, так не знаю, улучшением. Вот, ну, в общем-то, хотел сказать, вот, как, как вот Михаил Васильевич приводил такую, вот, закончится свою речь такой, значит, притчей, да, вот, когда идет, значит, идет, значит, человек видит, строит это самое, сидит рабочий, да, камень, вот, чешет, да, обтесывает камень, да, его спрашивают, что ты делаешь? Я вот камень тешу, вот, а потом идет дальше, да, и другой ему говорит, то же самое делает, ту же работу, да, и вот он говорит, я строю дворец, вот, и надо нам и так же тоже относиться, вот, к этому, к этому делу, да, вот, к этому, было, порой, рутинному, такому, скучному, было, это самое, делу, вот эти, да, законы, там, вот это все, вот, так относиться, что, в итоге мы строим большое здание, да, дворец. Вот. И желаю всем успехов в этой борьбе. Спасибо. Меня зовут Егор Шапикров Анатольевич, я рабочий из ПИМИ, второй раз приезжаю на Российский комитет рабочих и убежден, что всем, кому не безразлично положение рабочего класса, должны посещать это мероприятие и получать здесь знания по профсоюзной борьбе. Вот. Лично для себя я получаю знания и вот сейчас получаю такой заряд, готовность применять эти здания. Спасибо за внимание. Этот очередной РКР, как всегда, Федина Андрея Анатольевич, город Королев, рабочий, для меня, как всегда, насыщенный и много интересного нового. Люди начинают делиться большим опытом, чем раньше. Борьба наша сейчас на данный момент экономическая, как есть товарищи сказали, что аполитическая, но думаю, все-таки она должна выливаться из экономической. Если люди не могут за зарплату бороться, сложно представить, как это делать уже политически, где, в каком месте, кто, как организоваться и так далее. Потом, все-таки, чтобы люди где-то, чтобы происходила какая-то борьба, там, серьезно, люди должны где-то организоваться вместе, вокруг чего. Самое такое объективное – это экономический интерес, который всех объединяет просто. Неважно, что там каждый человек думает, что у него там в голове, экономический интерес объективный у них один. Это получение большего количества материальных благ, а все это может дать производство, промышленность. Так что надо промышленность развивать. Она не может развиваться сама по себе. Она без основной производительной силы, без рабочего. Так что все, кто хочет больше материальных благ, меньше работать, больше получать, больше отдыхать, все должны просто помогать в организации рабочего движения. Так как мы с вами здесь материалисты и знаем, откуда это все берется из производства. Если она у нас деградирует, ну, значит, мы, даже у кого хорошо на производстве, там, рано или поздно, там, будет плохо. Сложно себе представить такое производство, которое, где вокруг все сыпется, а тут такой очажок какого-то Эдема, я не знаю, где всем все хорошо. Такого не может быть просто. Так что я считаю, что экономический интерес объединяет всех. Борьба за этот экономический интерес рано или поздно должна отдать всем все. Мы должны сказку сделать былью. Это не действительно какие-то сказки, а реальность. Мы это видели уже на примере своих предков, когда буквально из нищеты Россия вырвалась там практически в лидеры. На втором месте по экономическому положению где-то, по каким-то моментам на первом месте была. Наука и так далее у нас шагали, семимильными шагами. Потому что развивалась производство, производительная сила. Так что и сейчас перед нами точно такие же задачи стоят. Экономические борьбы за свою собственную зарплату, за сбережение своего собственного здоровья, чтобы дожить. Как вот пример приводили здесь товарищи, что все, кто сверхурочно работали, максимум до 65 доживает. Вот надо нам жить дольше, лучше, богаче. Если бы люди, которые представляли, что если отменить эксплуатацию, и вдруг все материальные потоки польются на вас, как бы вы жили, они бы всем были здесь. Просто люди этого не представляют. Нам предстоит еще очень большая пропаганда, я думаю, всего этого. Разъяснение, что такое рабочая сила, заработная плата и так далее. Потому что иногда замечаешь, что люди, вдруг увидев, что такое рабочая сила, что ее стоимость, сколько она должна стоить, вдруг начинают удивляться, понимать, чего-то хотеть. Перед нами большая работа, товарищи. Работаем дальше. Спасибо. Спасибо. Юрий Павел Юрьевич, слесоремонтник Самара. Хочу сказать, что я уже неоднократно посещаю РКР, уже третий раз в своей жизни, и хочу сказать, что с каждым разом все больше и больше энергии, какой-то получается от атмосферы, от того, что здесь говорят, что делают люди вообще, в принципе, на своем производстве. И огромнейший опыт мы получаем здесь, на этой площадке. Поэтому я хочу призвать всех рабочих, молодых рабочих, чтобы они приезжали, чтобы они делились, уезжали с опытом, боролись, побеждали и приезжали сюда еще раз с большей энергией, с большим оптимизмом. Спасибо большое. Евгений Вячеславович Сонин, город Венёв, Тульская область, токарь. Ну, я хотел бы поблагодарить всех организаторов Российского комитета рабочих, фонда рабочая академия, рабочую партию России, вот, всех присутствующих товарищей, кто сейчас присутствует здесь и кто будет здесь, наверное, еще присутствует. Вот, с моего предприятия много народу узнало через газеты, через информационные каналы о нашей площадке РКР. Вот, и многие хотели бы поехать. Вот, ну, соответственно, с такими зарплатами максимум куда можно доехать, наверное, до Москвы. Вот, поэтому я так думаю, что мы скоро поборемся за зарплату в своем коллективе, за улучшение условий труда и, соответственно, приедем всем заводам на эту площадку. Спасибо. На ней есть Никита Александрович, Самара, рабочий. Ну, что хотелось бы сказать. Вот тут говорили про политическую и экономическую борьбу. Ну, политика – это вроде бы, если мне память не изменяет, борьба за захват, удержание и осуществление интересов власти. Власти. Ну, ежели мы боремся экономически, получается, против, так сказать, общего профсоюза кого? Покупателей. Рабочей силы-то. Правильно я, к мыслью? Как продавцы ее. То мы, наверное, все-таки власть-то, парадоксальную покупателей над продавцами, немножечко отодвигаем в сторону. То есть, таким образом, мы же за власть-то и боремся. А значит, и это политическая борьба. Ну, поправьте меня, если я не прав. Вот. Так сказать, начало. Может быть, где-то, а это уже все-таки есть. Политическая борьба, как минимум. Это раз. Ну, а два, хотелось бы сказать, что мы ведь... Хотелось бы пожелать всем. Я вот лично рабочий в становлении, ну, это, может быть, вот, к знатокам диалектики. Вот. А вот хотелось бы всем пожелать, мне зависит от опыта, да, чтобы все... Ну, тут-то мы понятно, все сознательные, да, вроде бы, как бы, хотя всем нужно двигаться куда? В сторону сознательности. Чтобы вот и нам, и рабочим на предприятиях двигаться в сторону, становиться сознательными рабочими. А не просто рабочими. Может быть, вот такое пожелание. Вот. Ну, и хотелось бы отметить, что касательно комитета, что конечно, постановления, которые были здесь приняты, они очень четкие в итоге получились. Очень хорошие. Мы их так очень хорошо поправки вносили. Я, как по образованию лингвист, и мне понравилось, что такое трепетное отношение к тексту. это действительно очень хорошо, потому что помогает всем и каждому понимать, что там говорится, и сразу передать рабочим, расшифровать. Вот такие емкие, сжатые, хорошие формулировки, без вот этого плавания и так далее. И точные, научно точные, близкие к истине и так далее. Вот, что хотелось бы отметить, о чем хотелось бы сказать. Спасибо большое. Карденгин Максим Владимирович, слесарь ремонта подвижного состава Самара. Я продолжу тогда то, что начал говорить Никита. Сказал, что рабочий должен быть сознательным. Я хочу сказать, что он должен осознавать. То есть мы здесь об этом постоянно говорим. Так мы осознавать должны свои классовые экономические интересы. Потому что в коллективе обычно о чем идет разговор? О рыбалке, о даче, кто где что, по машинах. Но потом нет, 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 но раз и вот, блин, а, директор по предприятию идет. И у кого-то, блин, вот, гад. А что гад-то? Да разворовал все, потому что. И вот тут понимаешь, ага, я говорю, ну так это, мы что-нибудь делать будем, или так и будем смотреть, как предприятие гробится. Вот, сразу начинают. То есть это, наша жизнь, она все равно дает постоянные моменты, опорные точки, как для завязывания разговора такого, где можно человеку дернуть и сказать, ну вот ты смотри, видишь, я говорю, мы начали вот ребят организовывать, требования вот у нас такие, такие, и ты за, или нет. За. И вот пошли дальше. Здесь каждый раз, приезжая на российский комитет рабочих, я вижу, что идет постепенно, поступательно идет развитие рабочего движения. То есть здесь какой-то новый шаг товарищ совершил, там у Артема какой-то новый шаг, там у Григория Вячеславович какие-то новые шаги. То есть постепенно мы видим, что шаг за шагом идет наше наступление. Мы еще пока очень маленькие, да, для сравнения вот со всем капитализмом, но все равно мы видим, что мы идем вперед, мы на них наступаем. И это видно именно здесь, на комитете. А если сидеть вот где-то у себя, одному, и смотреть, ну вот получается у меня, не получается, может у меня сейчас что-то не получилось, там настроение упало, а сюда приехал и смотришь, что да, вот здесь вот, у этого получилось, у этого получилось, у этого получилось. слушая что и как люди делают, падает все это на подкорку, приезжаешь и получаешь новый импульс у себя уже на работе. Все, что хотел сказать, спасибо. Урясев Александр, следственный ремонтник Ленинград. Я уже довольно давно наблюдал РКР в записи, вот нынче приехал в первый раз. Не дадут товарищи соврать, вчера весь вечер, сегодня утро опрашивал, как оно, лучше, хуже, так же, почему? Потому что я смотрел, вот у меня есть определенные впечатления, как они идут, насколько это интересно, насколько это важно, насколько это лучше, со временем. А тут я приезжаю, совсем другое впечатление, такое ощущение, что вот именно этот был прорывным. Вот просто эффект от собственного присутствия, он дает гораздо больше, чем наблюдение. И в общем, да, лично мне это гораздо больше того. То, что я с кем-то пообщался, кому-то позадавал вопросы, кто-то мне попробовал на них ответить более или менее удачно, потом, хлоп, где-то там в голове что-то перещелкнуло, и я понял, где искать дальше, и нашел ответ. Вот хотя бы уже ради этого стоит ездить и общаться лично. Все-таки смотреть записи – это здорово, но это мало, как я понимаю. Да, еще вот хотел сказать насчет сознательных рабочих. Тут получается, да, школа сознательного рабочего. Кто такой сознательный рабочий? Это вот тот самый, который на вопрос «что делаешь?» отвечает «строю дворец». Ну или в нашем случае я управляю государством. Вот это вот вот это сознательный рабочий в высшем проявлении. Что ты делаешь за станком, управляя государством. Что ты делаешь в правкоме, управляя государством. Что ты делаешь в забастовочном комитете, творю революцию. Ну да, там до нее еще может быть 50 лет, но я ее сейчас уже делаю. Да, основная наша работа в том, чтобы сознательных рабочих становилось больше, больше, больше большинство. Чтобы всякий у себя за станком и начал управлять государством, прямо не отходя от него, вот в той мере, в какой он может здесь и сейчас. И я призываю всех, кто здесь еще не был, и думает, поехать или не, или не поехать, поехать. И приблизиться к этому состоянию. К состоянию вот этого сознательного рабочего. Спасибо. Кужелев Евгений Юрьевич, рабочий на фармацевтическом заводе Верафарм из Белгорода. На РКР Фрибл впервые. Это очень важное, российский комитет рабочих очень важное, организация для развития профсоюзного движения и рабочего класса в целом. Общение на рабочем комитете с активными рабочими, которые уже ведут борьбу на своих предприятиях, очень вдохновляет для действий. Так что всех, кому не безразлична судьба рабочего движения, приглашаю на следующий рабочий комитет, который состоится в октябре, 17-18 октября. Также хочу уполномочен прорекламировать. У Фонда Рабочей Академии появился новый информационный ресурс «Красное радио», который вещает на веб-сайте, бесплатном приложении для мобильных устройств, а также на канале «Красное радио Фонд Рабочей Академии» и в группе ВКонтакте. В эфире транслируются ежедневные новости, исторические сводки, лекции преподавателей Красного университета и интервью с гостями, которым слушатели «Красного радио» могут лично задать вопрос. В связи с развитием проекта приглашаются все желающие попробовать себя в работе на «Красном радио», дикторы или редакторы. По вопросам обращаться к главному редактору, которого можно найти в группе ВКонтакте. Все. Спасибо за внимание. Горбушкин Сергей, городок Росталик, командир. Я бы хотел отметить два момента. Первый момент, что российский кинетат рабочих это единственное, по крайней мере, мне известное мероприятие в России, где собираются рабочие, обсуждают проблемы рабочих, рабочие имеют право решающего голоса и обсуждают совместно, как мы вместе решать свои проблемы. У буржуазии, мы знаем, они давно вместе собираются, у них различные союзы предпринимателей, всякие объединения предпринимателей, в Госдуме там представители капиталистов и сами капиталисты сидят, и они постоянно вместе собираются и обсуждают, как им выгоднее эксплуатировать рабочих, как это удобнее делать. А вот рабочие собираются только здесь, на РКР, и только здесь вместе решают, а что же им делать в их интересах, в интересах всех трудящихся, в интересах рабочего класса. И поэтому, безусловно, всем рабочим, которые хотят что-то изменить, хотят бороться за улучшение своего положения, нужно приезжать на Российский комитет рабочих, и когда тут у нас представительство будет такое же или даже больше, чем у капиталистов, тогда уже можем с ними помериться и в более высоких формах. Там вот, например, отраслевое соглашение принять, это уже будет, мы сейчас обсуждаем коллективные договора на предприятиях, на отдельных, а отраслевое, это уже в отрасли, это уже серьезнее, а в высшей отрасли это вообще экономика вся страны. То есть, вот этот путь надо видеть. И второй момент, я хотел вспомнить слова Ленина о том, что формулы настоящего коммунизма отличаются от пышных фраз меньшевиков эсерах и их братцев из Берна тем, что они все сводят к условиям труда. Вот условия труда мы тут и обсуждаем, вот сверхурочные работы, борьба за 6-часовый рабочий день, это все условия труда, и вот если мы создадим такие условия труда на всех предприятиях, что будет рабочее время, 4 часа в день, будут условия труда не вредные, не будет вредности, не будет опасности, то есть труд будет почетным занятием, то и наступит коммунизм, в общем-то. Яблоки будут расти. Да, вот яблоки будут расти прямо в цеху, прямо в цеху, да, то есть условия труда, мы тут и обсуждаем условия труда, и как только вот эти условия труда станут повсеместно хорошими, то и, в общем-то, и будет коммунизм. Спасибо. Калид Валентин, председатель профсоюза защиты в акционерном обществе Саровской генирующей компании, соприседатель РКР. Ну, как уже было сказано, что заниматься организацией рабочего движения и его развития, это, на мой взгляд, долг каждого сознательного работника. Именно ведь от нас зависит, как все это будет происходить, как это будет выглядеть. Улучшение жизни всех трудящихся на самом деле зависит именно от того, как себя поведет рабочий класс, ведь все знают, у нас 70-летняя история показывает этот опыт, за кем шли передовые работники, что они создавали, и ведь мы сегодня говорим о том, что наша буржуазия добилась, а ведь что она взяла? Она взяла себе в собственность на нынешний момент то, что забрала у трудового народа. Ничего нового, как буржуазии западных стран, она-то на самом деле и не построила. Забрала то, что всем нам принадлежало когда-то, принадлежало нашим дедам и прадедам, и сегодня пытается в тех современных условиях осуществлять, как мы сегодня поняли, сверхэксплуатацию. И мало того, что те рамки законного дня нам были предложены, да, это достижение опять же наших предков, никто впервые, кроме наших предков, не заговорил о сокращении рабочего дня, мы вспомним начало 20 века, когда работали по 12 с половиной часов, и только русские пролетарии добились 8-часового рабочего дня, прошло 100 лет, производительность труда увеличилась более чем на 50%, точнее, да, извиняюсь, 50 раз, да, то есть пришло время сокращать рабочий день, пришло время действительно улучшать свои условия труда и вот момент одухотворения, как говорилось сегодня, да, вот мне он таким кажется уже не первый раз, когда мы тоже были только пришли в профсоюзную работу с товарищами, приехали в недавнем прошлом небольшой такой делегации три человека, мы еще не знали как, с чего начинать, что это вообще профсоюз, это все сложно, у нас был уже профсоюз на предприятии, мы поддержали как бы альтернативный профсоюз, стали в нем работать, не видели в общем ничего, именно благодаря этой площадке нам у нас как у слепых кутят как бы открылись глаза, да, стали точиться зубы, и ведь на самом деле руководство смотрит на беззубость тех, кто сегодня не знает даже своих прав, которые далеки от закона, мы знаем, что этот трудовой кодекс навязан буржуазией, но даже в этих условиях там достаточно прав, достаточно давайте ими пользоваться, давайте смотреть вперед, меньше оглядываться назад, ведь каждый шаг промедления он как бы затягивает в это болото и может нас всех погубить на самом деле, если мы будем идти вперед слаженным действием, ну, я думаю у нас все получится, и что я хотел сказать, вот насчет той силы, того духа, который дает эта площадка РКР, приехали вы к себе на места, вот сегодня я уже услышал, начнем действовать, начнем действовать, действовать начали, что-то не получается, не надо отчаиваться, не надо поддаваться панике, этот момент надо как-то протянуть до октября, если что-то не получилось, опять приехали в октябре, зарядились и опять поехали осуществлять какие-то действия у себя в коллектив, если получилось, приехали, также поделились опытом, потому, почему, потому что были, значит, товарищи здесь, у них Что-то получалось, они приезжали, об этом говорили. Как только они перестали ездить и множить свой опыт, делиться им. Вот сегодня товарищ сказал, здесь были представители Форда, здесь были представители докеров. Как только они с этой площадки пропали, мы от них перестали слышать вообще, что они существуют. Сейчас мы говорим о них в прошлом времени. Да, когда-то у них были успехи, да, когда-то у них были победы. Сегодня у них это все забрали. Это говорит о том, что остановка равно гибель. Нам останавливаться нельзя, нам надо идти вперед. С нами победа рабочего класса. Спасибо за внимание. Завещательный голос. Пожалуйста, пожалуйста. Российский комитет рабочих это классная площадка. И сейчас я вам докажу на примере. Непосредственно есть такая страничка сайт за баском. Вот я вконтакте открылся эту страничку. Прямо с первого сообщения начну и покажу, как влияет РКР на общую ситуацию в стране. Именно на примере той информации, которая получается прямо в реальном времени. Скажу, что люди, которые приезжают на Российский комитет рабочих, называется Российский комитет рабочих, но это касается всех работников, потому что какой бы ты специальности ни был, но всегда ты входишь в отношения, когда начинаешь работать, между работодателем и работником. То есть об этом говорит весь Трудовой кодекс Российской Федерации вне зависимости от специальности. Поэтому давайте разберемся с той информацией, которая поступает в реальном времени. Итак, за баском час назад опубликовал следующее. Сотрудников Рязанской скорой пытаются убедить, что в ситуации угрозы инфекции коронавируса итальянской забастовкой отказа от работы свыше одной ставки грозит уголовным преследованием. Ранее работники выдвинули администрации ультиматум. То есть здесь разговор идет о профсоюзе действий, в котором я состою. Я приехал на Российский комитет рабочих, я до своего профсоюза довожу все, что есть на Российском комитете рабочих. Здесь еще присутствует два человека, которые так или иначе работают с профсоюзом действия. То есть чувствуете, есть профсоюз, 200 сотрудников в Рязани объединились и проводят сейчас коллективные действия, которые называются в кавычках итальянская забастовка. То есть работа по правилам. Ясно, что администрация не может с ними сделать. И вот это вот их заявление, что мы их привлечем к уголовной ответственности, это полная паника со стороны администрации. Они просто не знают, что делать и городят вот такую фигню. Ясно, что это организованные люди в Рязани. Они, ясно, что им уже все объяснили, они знают, что они действуют все по правилам. И вот это, что какая-то уголовная преследованность. То есть администрация просто обманывает, идет на ложь, чтобы вот просто любыми способами разогнать коллективные действия. Но у них это не получится, потому что люди организованы в профсоюз, знают, что делать. Идет поступательное движение, все там в плане. То есть чувствуете, да, есть профсоюз, есть представители профсоюза здесь на Российском комитете рабочих. Следующее сообщение. На 20-минутный пиквет в Гуково 21 марта вышли 25 бывших работников компании Гингкоул. Горняки написали на президента и председателя правительства писанное обращение с просьбой помочь получить деньги и гуманитарный уголь свыше 100 тонн. Шахтеры приняли решение временно прекратить проведение протестных акций. Ну, разговор идет о том, что каким-то шахтерам на какой-то конкретной шахте не выплатили те долги, которые им должны. То есть уже шахты не существуют, три года они ходят с манифестациями и с различными акциями. То есть получается, время упущено. Естественно, никто из них не был на Российском комитете рабочих, никто не учился. Ситуация развивалась годами, то есть им перестали платить зарплату, перестали, перестали, перестали платить зарплату. Они никак не организовывались и после того, как шахта уже рухнула, соответственно, они вот три года ходят и что-то требуют. То есть не велась полноверная работа, то есть идет повторение одной и той же ситуации. То есть, вот как в нашем метрострое в Питерском. Нет нормального профсоюза, нет коллективного договора. В коллективном договоре нет такого положения, чтобы менять оборудование каждые 5-7 лет или сколько там положено, там подобное. Они перестали платить зарплату, работают, месяц работают без зарплаты, два, все ждут чего-то. То есть вовремя не приостанавливали работу, потому что нет опять же организованных действий. То есть помним 142 статью, что нужно делать. То есть взяли, остановили работу, потому что у нас зарплату платят. У нас нет сейчас понятия аванса зарплаты. У нас зарплата платится два раза в месяц по Трудовому кодусу Российской Федерации. Соответственно, не заплатили зарплату, прошло 15 дней, все, встали и ждем выплаты зарплаты. Причем конкретно встали и сидим на этом месте, чтобы его не забрали штрейбрехеры. То есть для этого надо провести коллективные действия, для этого надо организовать профсоюз. Для этого, чтобы это понять, надо научиться. Где учиться? Приезжать на Российский комитет рабочих. Здесь дадут направление мысли, куда читать там подобное. Потому что чувствуете, да, идет ухудшение годами, для того, чтобы что-то понять, надо поучиться 3-6 месяцев. И это не тот срок, это не жизнь. То есть можно вот это терпеть там десятками лет, как многие терпят после развала Советского Союза, это ухудшение. А здесь надо разговор идет, ну хотя бы год поучиться. Ну хотя бы начать с 3 месяца, а там дальше жизнь уже будет толкать на то, что надо тут почитать, тут почитать. И это будет просто само по себе. Но надо взять направление, где его взять? Ясно, что на Российском комитете рабочих. Следующее. Противостояние руководства и работников Ямала, коммун, коммун даже, Энерго, которым в два раза сократили зарплаты, продолжается. По словам людей, работодатель пугает их увольнением, сотрудники компании пишут обращение губернатору Ямала и президенту Российской Федерации. Опять вот эта вот дурь. Стоять на коленях перед камерой и плакать, что нам не платят зарплату. То есть опять разговор. Наверняка никто из них не знает о Российском комитете рабочих, а если знает, ни разу не приезжал на эту площадку, не общался с такими рабочими, не понимает, что надо организовываться в профсоюзы, что надо выдвигать требования, что ухудшение. Это сейчас вам в два раза сократили. Наверняка были еще какие-то моменты. Опять же разговор идет о коллективном договоре, о прозрачном положении, о начислении заработной платы. Но чтобы все это сделать, надо организоваться. Опять же в профсоюз как сделать? Надо приехать на Российский комитет рабочих, хотя бы подчеркнуть первую информацию, в какую сторону двигаться. Но опять же все есть в интернете, есть фонд рабочей академии, там есть коллективные договоры, есть куча роликов, где можно просто подчеркнуть эту информацию. Работники шахты Джидзигури Грузии вышли на работу после того, как руководство компании полностью выплатило им зарплату в дни забастовки. Работать в шахтах по-прежнему небезопасно, но шахтерам нечем кормить семьи. Но опять же видите положительное действие, то есть они объявили забастовку, хотя скорее всего и по их законодательству ни о какой забастовке там не идет речь. Это просто коллективные действия при остановке работы по 142 статье, это никакая не забастовка, но это в нашем случае. Не знаю грузинское законодательство, возможно там для этого нужно было провести какую-то забастовку. Опять же повторюсь, на Российском комитете рабочих, а также в Красном университете за круглым столом рассматривались эти вопросы. То есть был круглый стол непосредственно перед тем, как развернуть работу на шахтах Донбасса. И там тоже как бы рекомендовалось именно называть это не забастовку, а просто как именно по законодательству, именно приостановка работы. Непосредственно на Донбассе это привело к успеху, то есть на многих шахтах были сформированы профсоюзы от небольших до больших, и сейчас им практически погасили задолженность по зарплатам. То есть чувствуете, да, люди организовались, опять откуда исходит информация, как раз с Российского комитета рабочих, и от тех, кто посещает Российский комитет рабочих, именно от этих рабочих. И идёт в том числе и на Донбасс, это очень большое, так сказать, подспорье всем горнякам. Я тоже самое рассказывал это метрострою неоднократно, но если там даже доходят до того на Донбассе, что с автоматами приезжают и рассказывают о том, что мы сейчас у вас тут, военное время, мы у вас тут, знаете что? То в Санкт-Петербурге никто там с автоматом не бегает, не представляет, но не хватает вот у них там воли в этом метрострое уже год сделать нормальный боевой профсоюз и отстоять нормальные места свои, и вообще улучшить положение на предприятии. То есть, они работают на разваленном оборудовании, не включают, нет никакого нормального прогрессивного договора, нет пункта от смены нормального оборудования, чтобы это предприятие вообще не загнулось окончательно, ну, окончательно уже загнулось. Ну, короче, не хотят, не получается у них. Приглашаю их на Российский комитет рабочих. В Верхнем Уфале, Челябинская область самостоятельно запустили завод. Ранее они просили президента и главу региона защитить производство от захвата. Не могу прокомментировать, не знаю это. Ну, какое-то коллективное действие, видите, восстановили. Поехали два наших товарища. Вот видите, и даже там, где запускается производство, поехали два наших товарища туда, то есть те, которые связаны с РКР. Чувствуете, вот я просто на примерах привожу, насколько у нас здесь именно прогрессивная площадка, что только здесь конкретно люди открыто высказываются. Потому что, еще раз говорю, я работаю со многими профсоюзниками. И вот эти профсоюзники, которые сюда не приезжают, они говорят, вот тут засвечивают рабочих, тут вы рассказываете то, что надо хоронить в какой-то тайне. Но если мы будем все хоронить в тайне, кто об этом узнает? Если вот как они все хранят в тайне? То есть я непосредственно не слышу, вот я слышу профсоюз действия, а профсоюза учителей я вообще не слышу в последнее время. Где их коллективный? Что? Лидера профсоюза. Ну, лидера мы видим, но в другой ипостасе. То есть получается, вот есть учителя, у которых тоже они работники, у них те же самые проблемы, что и у медиков. Невыплата зарплаты, непрозрачные начисления зарплаты. То есть у них, они, учителя должны в принципе учить, учить. Они сами не могут понять, что они должны сами научиться, чтобы потом научить следующее поколение, допустим, почему в 10-11 классе не сказать и не провести вот эту работу. Вот есть такой коллективный договор, и вот это, и научить их жить дальше по жизни. А если они сами этого не знают, и профсоюз учитель, до них это все не доводит. То есть их работа, профсоюз учитель, то, что я вижу, это приезжают люди и рассказывают им по трудовому кодексу, как вот эту вот фигнюшечку оспаривать, как вот эту. Если вас уволили вот так, давайте вот так. Разговор о коллективных действиях, именно о том, о коллективном договоре совершенно не идет в этом профсоюзе учителей сейчас. О профсоюзе действия конкретно идут коллективные договоры. Я вчера рассказывал, что конкретно сейчас три у нас в трех регионах идет работа по заключению коллективных договоров, и уже в Пензе заключили коллективный договор. То есть у нас идет эта работа. Идет, и прям, ну понятно, что это самый прогрессивный момент. Смотрите, следующий момент. На шахте Кузбасса начинаются массовые увольнения. На шахте Алексеевской с 20 по 24 марта рабочих мест лишилось примерно 350 человек, половина всех работников. На шахте Заречная и шахты участки Октябрьские работники также предупреждены о увольнениях в конце апреля. С работниками все еще рассчитываются по зарплате за декабрь месяц. То есть чувствуете, да, вот здесь вот конкретно рабочие Кузбасса, это наша страна, за ними никто не бегает с автоматом, им уже не платят с декабря зарплату, им не надо было даже как бы как обычно говорить о какой-то забастовке. Просто сесть на своих рабочих местах, написать по 142 это заявление, то что сделали именно на Донбассе люди в более жестких условиях, им там выплачивают. Но они к чему приводят? Ну, я это просто вижу, я понимаю, в чем вот эта вся ситуация, то есть им уже не платят давно, предприятия наверняка эти все шахты разваленные, они вообще непонятно как вообще там существуют, ну как во всей стране, да. То есть вот этот вот буржуйчик, который захватил вот эту шахту, он просто выдаил ее и сейчас просто уже как бы шахта непригодна и выбрасывает сейчас рабочих. Ну, звоночек-то был уже в декабре месяце, уже в декабре месяце надо было приостановить работу, да, я еще чуть-чуть, извините, пожалуйста. Вам интересно или я все, да? Интересно, интересно. Ну, я буквально секунду, ну вот, буквально секунду, да. Я этот интернет не перечитаю. Не, ну просто, просто тут комичный случай, вот, например, из-за невыплаты зарплаты альпинисты на набережных Челнах устроили погром на кровле дома. Кроме того, на свежеокрашенном фасаде они написали, что из-за компании Ростру их дети голодают и написали неприличные слова. Прокуратура начала проверку. Ну, что здесь говорить? То есть, люди опять вступили в отношения с работодателем, с каким-то. Непонятно, что там было начислено у них. Естественно, у них нет никакого профсоюза, ничего нету. Все. И к чему приводят вот такие действия, да? То есть, осталось только Росгвардии их отловить и посадить вот за конкретно вандализм, да, или какие-то вот эти моменты. То есть, они поборолись так за свои права, что они могут сесть просто за свои же эти права. То же самое, все, я заканчиваю. Последний пример, который сейчас идет, да? Остров Русский, да? Там очень яркий пример. Остров Русский. Какая-то стройка, опять госстройка, какой-то там музей строит, тому подобное. Наняли рабочих по вахтовому методу. У нас сейчас вахтовый метод. Это, знаете, такое вахтовое. Это значит туда приехать и работать без остановки вообще там на две ставки. Вот это вахта называется. Нет, это не так. То есть, если вы откроете Трудовой кодекс Российской Федерации, там говорит, что вахтовый метод – это тогда, когда ты после работы не можешь вернуться домой. К семье своей. Вот в этом называется вахта. Причем оплачивается в том числе и время отдыха. Ну, как бы, если все это разобрать, все это, да, там, допустим, Трудовой кодекс 47-ю главу. Там очень всего много. Но, получается, люди туда приехали, им пообещали 120 тысяч. Что такое 120 тысяч на них? То есть, они работают там на две ставки, плюс месяц работают, месяц дома. То есть, получается 30 рублей на ставку. Ну, что, ну, 30 тысяч на ставку. Это вообще ни о чем. И вот им даже вот эти вот деньги не платят. Потому что говорят, а вы еще 30 рублей мне должны там за проживание, за какое-то питание. Хотя там в той же статье написано, что это организует работодатель, и за это нельзя деньги брать. Да, это мы все не знаем. Так вот, чего они решили? То есть, в принципе, они туда же должны приехать уже в виде профсоюза. Но если вы туда приехали, несложно там на месте профсоюз организовать. И перед тем, как начать работу, уже выдвинуть требования. Чтобы заключился коллективный договор, заключились нормально трудовые отношения, да. И они придумали следующее. То есть, им не платят деньги, сколько-то там месяц. И вот они такие подрываются и бегут к управлению. То есть, здесь же появляется Росгвардия, их вяжут. И вот из того, что надо дать нам зарплату, сразу возникают уголовные дела. То есть, им не платят зарплату. Надо было применить 142-ю статью. Сесть туда, да, на своем месте рабочем. И не пускать штрейкбрехеров. Сейчас невозможно приехать штрейкбрехером. Администрация Острова Русского и региона какого-то там, понятно, придумала следующее. Ну, что-то вот тут вот как-то вот. Давайте у нас есть возможность прислать. Ну, вот как они решили проблему. Они наладили связь с Индией. Ну, что там в Индии миллиард человек найдут там рабочих. И вот сейчас штрейкбрехеров не из Вьетнама, а из Индии туда поставляют. То есть, чувствуете, да, люди не приезжают на Российский комитет рабочих. Хотя там есть даже такой контингент на этом Острове Русский, которых уже вот с ними плохо поступали непосредственно, когда строили космодром. То есть, там были те же самые люди, которые наелись за несколько лет на космодроме, которые там строили там неподалеку. Там нет организации. Чего? Нет организации. Да, да, да. То есть, и опять же эти же люди, зная, что с ними делают без договоров, без коллективных договоров, без понимания вот этой ситуации, опять натыкаются на то же самое. И вместо того, чтобы проводить нормально, то есть, коллективные действия, они идут на какие-то манифестации. И когда мне говорят, да вот что ты там, все равно это вот надо идти там махать шашкой. Ну вот они пошли и стали махать шашкой. Вы там что, хотели революцию что ли устроить? Ну, шли бы тогда с автоматами, расстреляли там Росгвардию. Чего вы вообще хотели там сделать? То есть, у вас однократный балет. Прийти и сесть в автозаки и разъехаться по этим участкам. Все, вот такое, вот такое дело. Вы ничего не добились, кроме ухудшения своей жизни. Это так не делается, просто не делается. Приезжайте на Российский комитет рабочих. Здесь конкретно люди, которые понимают, в каком направлении, конкретно сейчас, вот конкретно в конкретном историческом, вот в чем мы находимся, соответственно, двигаться. Спасибо профсоюзу действия отдельно. Уважаемые товарищи, на этой оптимистичной ноте закрываем очередное заседание Российского комитета рабочих. Я приглашаю всех для исполнения гимн. Раз, два, три, четыре. На волне широкой, на стрелке далекой, Куками кого-то зовет пароход. Городом горьким, где ясные зорьки, В рабочем поселке подруга живет. Городом горьким, где ясные зорьки, В рабочем поселке подруга живет. В рубашке нарядной, своей ненаглядной, Спешил пока сам за хороший дружок. Я говорила, наверх полюбила, А нынче не вышла в назначенный срок. Я говорила, наверх полюбила, А нынче не вышла в назначенный срок. Свиданье забыто над книгой раскрытой, Словилось подруга в окне золотой. До утренней смены, до первой сирены Шуршат осторожно шаги под окном. В летние ночи, двух силах удочки, Волнуется парень и хочет уйти. Но девушке краше, чем в сорвании нашим, Его никогда и нигде не найти. Но девушке краше, чем в сорвании нашим, Его никогда и нигде не найти. На утром у входа родного завода Влюбленного девушка встретится вновь. И скажет немало, я книжки читала, Но нет еще книжки про нашу любовь. На волне широкой, на стрелке далекой, Будь там никого-то зовет парохой. По городам горьким, где ясные зорьки, В рабочем поселке подруга живет. По городам горьким, где ясные зорьки, В рабочем поселке подруга живет. ПОДПИСЫВАЯ МУЗЫКА ПОДПИСЫВАЯ МУЗЫКА ПОДПИСЫВАЯ МУЗЫКА Надо переход в фресовую. Ах, блядь, ты! Ах, блядь, ты! Ах, блядь, ты!